МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 200 лет в ожидании моста на материк. Учебный конный центр для подготовки казаков. Золотой хит-трик в исполнении донских гонболисток. Победа, если началось. Главные политические события недели связаны с предстоящими выборами губернатора. Напомню, что эта процедура на Дону будет проводиться после 14-летнего перерыва. Сегодня последний день избирательной кампании. За место главы региона борются пять соперников. Это представители Единой России, Справедливой России, КПРФ, ЛДПР и партии пенсионеров России. Высокую явку прогнозирует областной избирком в единый день голосования, так как выборы главы региона, которые были последний раз 14 лет назад, слишком важны, чтобы их игнорировать. Среди других факторов – одновременность губернаторских и муниципальных выборов, минимальное количество отказов регистрации и отсутствие предвыборных скандалов. Наша задача – обеспечить тщательнейшую проверку всех документов, для того, чтобы избиратели имели максимум достоверной информации. Среди кандидатов на пост губернатора Николай Коломейцев, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ. В его поддержку собрали 269 подписей. По правилам нужно было получить 257 голосов. Выдвижение коммуниста поддержали народные избранники Гурдум из 12 городов региона, а также из 36 районных собраний депутатов. Мы давно готовились к этому. Мы фактически с ноября месяца занимались тем, чтобы собирать подписи. Вот первыми сдали. Я думаю, что здесь просто оппоненты недооценили момент длительности оформления самих подписей. Партия «Единая Россия» на должность губернатора выдвинула в Рио губернатора Василия Голубева. По мнению экспертов, он зарекомендовал себя как человек Путина, продемонстрировал отсутствие оппозиции и дал понять, что вторым сроком не ограничится. Планы по развитию области строят на 15 лет вперед. Голубев нарушил традицию и выступил в дебатах на региональном канале. Обычно руководитель или представитель правящей партии не выходит на прямой разговор с оппонентами. Об этом говорят прежде всего эксперты, кстати. Это говорят не представители власти, это селяне говорят. Следующее, это перерабатывающая промышленность. Мы сегодня с вами производим в разы больше, чем перерабатываем, продаем сырье и нам его продают по завышенной цене. Региональное отделение партии пенсионеров России выдвинуло своего кандидата на пост главы области. Им стал Иван Колесников. АСР Михаил Емельянов проявил себя как независимый от федерального руководства партии политик. Я считаю, что без решения политических проблем области нельзя решить ни социальные, ни экономические. И главный тезис это возвращение прямых выборов главы администрации, городов и районов, непосредственно населения. Это позволит повысить ответственность власти перед народом, ну и ввести во власть новых активных людей. Своё слово сказали ростовские либерал-демократы. Кандидатом от ЛДПР стал координатор регионального отделения Иван Новиков. По итогам тайного голосования он выбран абсолютным большинством голосов. Основное направление его предвыборной программы – национальная политика. Чтобы поддержать кандидата Новикова, в Ростов приезжал Владимир Жириновский. Поддержка у нас есть. Я почти уверен, что мы преодолеем муниципальный барьер этот. Соберем нужное количество подписей и пройдем регистрацию. Екатерина Лободина на Дону. Последняя избирательная кампания по выборам губернатора Ростовской области была в 2001 году. Принципиальным отличием стало появление муниципального фильтра – сбор подписей депутатов из муниципалитета. В этом году зарегистрировались пять кандидатов, а не два, как это было 14 лет назад. По мнению политологов, избирательная кампания прошла спокойно и без скандалов. Вопрос не в том, кто победит, а как победит. Сколько у него будет процентов? Какова будет реакция оппонентов? Что по этому поводу скажет Центральная избирательная комиссия? Найдет ли она какие-то нарушения или все будет сочтено нормальным, законным и легитимным? Что по этому поводу скажут лидеры оппозиционных партий? Жириновский, Зюганов, Миронов. И очень важный момент, конечно, явка. Придет народ на выборы, проголосуют или нет. Потому что даже убедительная победа при небольшой явке выглядит немножко нелегитимной и странноватой. Принципиально новым стало участие в Рео губернатора в дебатах. Обычно руководитель или представитель правящей партии не участвует в прямом разговоре с оппонентами. В Ростовской области, насколько я помню, это первый прецедент. И мне кажется, он поступил правильно. Во-первых, все-таки большую часть дебатов он пропустил. То есть спорили между собой оппозиционеры. Причем только двое из четверых. Емельянов и Коломейцев. Голубев появился на последних двух. На канале Россия 24 и на Россия 1. Обозначил свою позицию. Показал, что он не боится дискуссий. И его предыдущее неучастие объяснилось не тем, что боязно, а тем, что некогда работать. Накануне выборов 12 сентября пройдет День тишины. В это время запрещается любая агитация. 13 сентября состоятся прямые включения из нашей студии. В 11.00, 13.00, 15.45 и 19.15. Ход голосования будут обсуждать кандидаты, политологи и общественники. На этой неделе свершилось событие, которое ждали более двух веков. В станице Елизаветинской открыли мост, который соединил расположенную на острове станицу с большой землей. 260 лет из поколения в поколение жителей Елизаветинской переправлялись на остров зимой по льду, летом по воде. Теперь же жизнь станицы больше не будет зависеть от погоды. Хождений по воде больше не будет. Пущено движение по новому мосту к станице Елизаветинской и хутору Коса. Это первая твердая переправа за более чем два века существования станицы. Первые шаги по мосту шириной в 4,5 метра и полутораметровым пешеходным тротуаром совершают приглашенные гости и местные жители. У нас немало потребностей в строительстве и мостов, и не только строительства, но и реконструкции на территории Ростовской области. Это все в программе развития дорожной сети у нас присутствует. На том берегу школа, больница и почта. Теперь к ним можно не только доплыть, но и доехать. Мы столько ждали этой дороги, вы понимаете, такое счастье. Ну просто вот и зимой теперь можно проехать, и это тоже была такая проблема. И не скорая, не это, все же было такая, зимой вообще было, а по льду ходили люди. Опыт зимних прогулок по замерзшей воде теперь утечет в прошлое. Строительство моста закончили на два месяца раньше установленного срока. Его стоимость обошлась областному бюджету более чем 170 миллионов рублей. В проекте предусмотрели наличие светофора, реверсивного движения и ночное освещение. Мы до того рады этому мосту, что построили мост. Спасибо всем-всем, потому что это просто счастье. Благодаря этому мосту будут исполняться все-все наши дальнейшие желания и все притворяться в жизнь. Мост желаний местные жители ждали не один десяток лет. Все это время они переправлялись по платному понтонному мосту или на лодках. Местные речные таксисты сушат весла. С появлением нового моста через Ерик Казачий необходимость в них просто отпала. Если переправа на тот берег стоила 20-30 рублей, то сейчас эти лодки можно использовать для речных прогулок и рыбалки. Сергей Мирошниченко, Юрий Бабенко, на Дону. Перспективы Донского промышленного комплекса на этой неделе обсуждали участники промышленного конгресса Юга России. Вот уже в течение 10 лет он считается ведущей площадкой для демонстрации передовых разработок в производственной сфере. Главная тема форума в этом году – развитие импортозамещающего производства. Тем более, как показала промышленная выставка, все предпосылки к этому есть. Соблюдая старые добрые традиции, в этот момент творится история. 11-й промышленный конгресс открыт. Он соберет более 2000 специалистов в области промышленности со всей страны. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Симферополя и других городов смогут познакомиться с донскими достижениями. Этот конгресс может позволить, во-первых, найти новых партнеров, участников этого мероприятия. Ну и, конечно, немножко все-таки повернуться лицом к молодежи, показать, что промышленность – это не только грубкие слова, это и начальное, и начальное – это станкостроение. То есть, привлечение молодежи – это тоже, наверное, одно из основных направлений этого станка. Азовские машиностроители представляют ряд современных станков. Коллектив из трех десятков человек производит механизмы для систем связи, робототехники, судостроения и машиностроения. Этот станок нужен для заточки осевого инструмента. Он нужен в любом машиностроительном производстве, ну, собственно, в инструментальном цехе. На нем можно производить заточку пресс, разверток, зенкеров. Промышленный конгресс – площадка для знаковых отраслевых событий. Для специалистов – организованный бизнес-экскурсии на станкостроительные предприятия Ростовской области. Юлия Карасюк, Сергей Мирошниченко, Юрий Бабенко. На Дону. В это воскресенье на Дону не только выборы, но и не менее важные события. Нашему региону исполняется 78 лет. Сегодня Василий Голубев поручил знаки почетный гражданин Ростовской области двум легендарным жителям. Высокого звания удостоен ветеран Великой Отечественной системы Каракорска Яков Бекадыров. После тяжелого ранения на Милс-фронте он потерял ногу, но не сдался. На всероссийских соревнованиях трактористов занял второе место, имеет звание Героя социалистического труда. Проработал я в Миле Рации 37 лет на сельхозмашинах, бульдозер, скрепер. Почетного звания удостоен один из самых уважаемых спортсменов региона Давид Ригерт, олимпиад, многократный чемпион СССР по тяжелой атлетике. Это звание почетное для меня, величайшая гордость за себя вечером, за наш спорт. Давид Ригер в спорте 40 лет вырастил немало выдающихся тяжелоатлетов. Главное богатство – это наши люди, люди, которые любят нашу родную землю. Пример такого отношения показывают и наши легендарные личности. Вручение знаков прошло в рамках торжественного собрания, посвященного 78-летию Ростовской области. Регион демонстрирует рост по ключевым показателям экономики, а бюджет по-прежнему остается социально ориентированным, отметил Василий Голубев. Юбилей на этой неделе отметили сразу два донских вуза – Ростовский медуниверситет и Донской государственный технический университет. За 85 лет существования ДГТУ выпустил 80 тысяч инженеров. Свой день рождения один из крупнейших вузов страны отметил с размахом на площадке перед ДГТУ все достижения науки и общественной жизни университета. Сначала студенты и сотрудники вуза приняли поздравления от официальных лиц. Василий Голубев назвал ДГТУ интеллектуальным брендом нашего региона. Ну а для Ростовской области это на самом деле есть такая некая своеобразная визитная карточка. Вы знаете, что несколько лет назад мы начали заниматься такой темой, как бренд «Сделано на Дону». Есть продукты, есть товары, есть продукция предприятий, которые присваиваются. Такой бренд он стал уже знакомым, в магазинах его можно увидеть. ДГТУ – это бренд «Сделано на Дону» и сделано с высоким качеством. ДГТУ первым на юге России открыл авиационный учебный центр. Первым в России учредил ряд спортивных клубов, в том числе футбольную академию «Реал Мадрид». А вскоре начнет работу новый медиакоммуникационный центр. Главное событие уходящей недели для донской молодежи – форум «Ростов-2015. Эволюция смыслов». Он проходит в эти дни на берегу Азовского моря. Для участия в форуме в Никлиновский район съехались молодые активисты не только с Ростовской области, но и со всего юга России. Для них на Донском селе Герия организовано не менее 20 образовательных площадок. «Если ты здесь, значит ты лучший» – таков девиз форума. А лучший – значит образованный. Сотрудники Ростовской АЭС приехали к ребятам, чтобы развенчать мифы об опасности объектов атомной энергетики. Откуда вообще все страхи? Страхи – это незнание. Вот мы сегодня дали какие-то первые понятия тем молодым людям, что же такое вообще атомная энергетика. Для того, чтобы в дальнейшем заинтересовался сегодня, услышал что-то, потом откроет какую-то специальную книгу, учебник. Может быть побывает у нас на экскурсии. Впрочем, заинтересованным школьникам и студентам в Волгодонск можно и не ехать, а скачать приложение АЭС на ладони. Вы наводите свой планшет или смартфон на картинку, и на экране появляется трехмерное изображение атомной электростанции с энергоблоками, с градирнями, с летающими птичками даже. В один клик можно узнать, разрушит ли электростанцию, например, смерч. Ответ очевиден – страшный ураган АЭС нипочем. Огромной популярностью у всех участников образовательного форума пользуется универсальный радиометр. С его помощью можно узнать свою радиоактивность. 3302 распада в одну секунду калия 40-го происходит в вашем организме. Это ваш естественный радиационный фон. У мужчин радиационный фон немного выше, чем у женщин, потому что их мышечная масса больше. А девушкам укрепить свою физическую форму помогают призеры крупных чемпионатов. Спортивная смена – самая многочисленная. Конкурс – три человека на место. Хочу заниматься спортом. Здесь очень мотивируют заниматься спортом. Рассказывают про здоровый образ жизни, как правильно начинать и как не остановиться и не бросить спорт. Это очень важно. Я считаю, только за здоровой спортивной нацией есть хорошее будущее. Все желающие сдают здесь нормы ГТО. Кроме спортивной работает еще семь тематических смен. Работающая молодежь, патриоты России, молодые ученые, волонтеры ДОНа, медиа и журналистика, студенческие отряды и молодежное самоуправление. Молодежь – это партнеры. С ними нужно разговаривать на равном. И они тогда готовы не только предлагать идеи, но и своими руками их реализовать. Василий Голубев больше часа общался с активистами самого крупного образовательного форума Юга страны. Вопросы звучали самые разные. И о чистоте дворов, и о развитии высоко технологичной медицины, о сохранении парамонов и брусчатки в Новочеркасске. Мария Индрикова, Станислав Поменко, «Надану». Опять с соседскими мальчишками дрался? Аль на яблони лазил? Привет, да. У меня старая не брошь. Вон так крепче будет. Пользованием всевозможных электронных средств общения, смс-оповещения, общения с так называемыми википедиями в сетях, вот это ускоренное письмо, ускоренная речь, она приводит, к сожалению, к снижению грамотности. С начала года во всех образовательных учреждениях утверждены планы открытых уроков. Совсем недавно в донских школах прошли мероприятия, посвященные юбилею Чехова. Еще одна новость уходящей недели, которая, безусловно, обрадовала донских казаков, да и всех тех, кто увлекается конным спортом. На дону появится конный центр, уметь вывернуться от удара или пули, подхватить на оскоку лежащее на земле оружие или раненого товарища. Эти боевые умения передавались от отца к сыну и являлись вершиной верховой акробатики. Теперь решением областного правительства в регионе будут возрождать искусство джигитовки и владение казачьим оружием. Чтобы уверенно держаться в седле и при этом выполнять необходимые элементы, конники проходят гимнастическую и силовую подготовку. Все начинается с занятий в закрытом вольере. Новички учатся управлять лошадью и преодолевать страх. Такие тренировочные сборы казаков – первый шаг к созданию конного центра Всевеликого войска Донского. Конный центр будет создан естественно для выполнения прямых обязанностей конных дружин по несению службы, охране общественного порядка, в местах массового проведения мероприятий различных, несение режимных мероприятий совместно с пограничниками в районе государственной границы, чем мы сейчас и занимаемся. Параллельно будет развито еще одно направление, которое получит развитие работы с несовершеннолетними, с детишками, в том числе и к детским родственникам. Отец жизнь один раз дает, а конь много раз спасает. Эта пословица лучше всего отражает отношение казаков к лошади. Не зря определяющим критерием при отборе конников является любовь к этим благородным животным. Чтобы заставить лошадь лечь или сесть, необходимо найти с ней взаимопонимание. Раз, и задержи, придержись, хорошо, погладь коня. Донской конный центр – проект амбициозный. Среди поставленных целей казаки особенно выделяют селекцию лошадей. Мы, донские казаки, не можем потерять свое историческое наследие. И обратились к нашему атаману. Атаман нас услышал, слава богу, понял. Сказал, что да, действительно, это нужное дело. И обратился к руководству Ростовской области о создании конного центра. Для того, чтобы мы сами могли разводить, вести племенную работу. И чтобы вот такие вот замечательные лошади могли выходить на охрану общественного порядка и стать эталоном и визитной карточкой Ростовской области. Проводить занятия в конном центре будут казаки, прошедшие школу специальной подготовки, в том числе и в президентском полку. Самые удалые всадники покажут свои достижения на Всемирном конгрессе казаков, который состоится в Новочеркасске через месяц. Галина Плесуля, Сергей Вишняков, «На Дону». Теперь о главных спортивных событиях недели. Донскую столицу посетил олимпийский чемпион Владислав Третьяк. После встречи с местными хоккеистами заявила о их большом потенциале и своем намерении развивать в регионе детско-юношеские хоккейные школы. С легкой подачей Ростовская Айс-Арена может стать кузницей новых звезд хоккея. Сейчас этим видом спорта в регионе занимаются почти 3000 человек. Растет и количество местных хоккейных турниров, поэтому площадь спортивного комплекса решено увеличить. В скором времени здесь возведут второй каток с трибунами на 1000 мест. Ростов достойный хорошего стадиона. И действительно здесь есть команда, где мы сегодня находимся. И самое главное, мы поговорили уже в программе, что детские и юношеские школы по хоккею надо обязательно усилить. И мы будем все делать и федерация хоккея, и совместно с губернатором, с правительством помогать Ростову выйти на достойный уровень. Россия, любя и прощая, так матери любят своих сыновей. Эй, эй, эй! А это уже дворец спорта. Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк посетил фестиваль «Дети в спорт». Он проходит в Донской столице во второй раз. И предоставляет детям и их родителям возможность сравнить различные виды спорта и найти среди них тот, что по душе. В этом году фестиваль собрал 60 спортивных федераций. Сразу более 2,5 тысяч детей записались в различные секции. Так что меня все устраивает и динамика, но уверен, что это хороший старт для того, чтобы в будущем за счет массового спорта пополнять команды наших звезд. Спортсмены из Ростовской области представляют регион и страну на соревнованиях планетарного масштаба. К участию в Олимпиаде 2016 в Бразилии сейчас готовятся 76 донских олимпийцев и 15 пара олимпийцев. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко, Надону. То, что у Донского хоккея есть будущее, доказывают результаты хоккейного клуба Ростов. В этом году наша ледовая дружина достигла максимальной цели за совсем небольшую свою историю. Чемпионство в третьей по силе Лиги России РХЛ. Сейчас команда готовится к участию в национальном чемпионате. На этой неделе «Кондоры» дважды обыграли команду «Россаш» из Воронежской области. 3-1 и 5-2 соответственно. Главные победы у клуба еще впереди, а вот суданские гонболистки уже завоевали первый трофей в сезоне. Вслед за чемпионством и победой в Кубке России спортсменки выиграли суперкубок. В захватывающем поединке на берегах Волги ростовчанки вырвали победу у извечного соперника Тольяттинской лады. По итогам матча лучшим игроком была признана Юлия Моногарова. Эмоции переполняются. Вообще в моей жизни это первый раз, когда я играю суперкубок и первый раз вот так вот с победой все началось. Я могу сказать, что Лада очень сильный соперник. То есть мы переживали и настраивались по полной. То есть неделю мы отдали всю подготовку на просмотр на эту команду. То есть хотелось, конечно, мы всегда хотим выиграть, но была серьезная подготовка к этой команде. На родной земле девушек встречали как национальных героинь торжественные речи, цветы и овации. Гонбол в регионе любят и ценят. Благодаря поддержке областных властей команда замахнулась на покорение новых высот. В этом сезоне Донской клуб представит нашу область в Лиге чемпионов. Победа в суперкубке – неплохая разминка перед главным турниром Старого Света. Так менялась жизнь на Дону. Наблюдаем за следующей неделей. Далее расскажем о погоде в регионе на ближайшие выходные. Несмотря на то, что практически всю неделю дончан встречало пасмурное утро, дожди в субботу и воскресенье пойти не должны. Подробнее сразу после выпуска. Я же с вами прощаюсь. В студии была Анна Туполева. Всем хороших выходных. Здравствуйте. На область стремительно надвигается холодный фронт. Температура будет понижаться. Сильный ветер до 9 метров в секунду и пасмурная погода ожидаются по всему региону. В Обливской, Белой, Калитве, Шахтах не больше 22 градусов выше нуля. Сравнительно тепло в субботу в Таганроге плюс 24, но уже в воскресенье температура снизится до 22. В Чертково и Волгодонске максимум плюс 21. В Сальске и Станице-Вешенской воздух прогреется в среднем до 20 градусов тепла. В Ростове-на-Дону также пасмурные ветреные выходные плюс 22. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. А вот погода в сфере науки под устойчивым знаком плюс. Все больше молодых специалистов приходят работать в региональные научные центры. Только за прошлый год исследователей стало больше на 400 человек. Кстати, среди них равное количество мужчин и женщин. Так что стереотип о том, что наука – дело мужское, уходит в прошлое. Так, в гуманитарных науках женщин работает в полтора раза больше, чем представители сильной половины человечества. А в области медицины – в целых три раза. Полностью мужскими остаются по-прежнему технические науки. А вот в исследованиях математики, механики, физики, астрономии и химии дамы лишь немногим уступают мужчинам. Как и раньше, финансирует научную сферу в регионе федеральный бюджет. Он выделяет почти половину средств. В последнее время материально помогают исследователям и предпринимателям. По сравнению с прошлыми годами, их помощь выросла в два раза. На этом у меня все. Статистические данные предоставлены Ростов-Стадом. Я вам желаю хороших выходных и до встречи.